Друзья, всем привет! Вы на канале Владимир Шенарев, дневник автодиагноста. Сами понимаете, наступила осень, впереди нас ждет длинная и прохладная колодка. У нас очень суровая зима, поэтому хочу с вами поделиться своим источником отопления. В частности, вот этой большой мастерской, а вообще-то это идеально для гаража, потому что для мастерской она маловато. То есть мне пришлось поставить еще котел, ребята, на угле, чтобы объемы большие. Нельзя спичкой разогреть, как говорится, в избу, нужно топить печь. Так и здесь. Нельзя маленькой печуркой, которая предназначена для гаража, для сада, это вообще сказка, для теплицы, ребята, это чудо. Но для вот такой огромной 200 квадратных метров она, конечно, мороз не выручен. Поэтому, друзья, хочу поделиться с вами всеми прелестями этой простой, эффективной и очень дешевой источником тепла. Вот как я сейчас вам покажу, как я разжигаю ее и как она в работе. Я думаю, вам понравится. Вот сама печь, пошел дымоход, и вот он куда уходит, длинный. Почему длинный? Специально не постоял рядом с окном, чтобы как можно больше тепла, ну, будем говорить, осталось в помещении. Вот такой дымоход, длинный довольно, довольно длинный дымоход. Ну что, давайте заведем, я переоделся, чтобы не запачкаться, сейчас мы заведем с вами эту печь. Для начала наливаем отработку, видите, да, налил отработку, масло, привозят мне масло, люди уже знают, что не надо выливать, не надо выливать куда-то на землю, куда-то, как говорится, в баки мусорные. Вот, смотрите, сейчас я включу свет дополнительно, я маленько подготовился, ну, а как же, все для вас, друзья. Вот, смотрите, холодная печь, совершенно холодная печь, очень холодная, железная и холодная. Вот отработка. Все, мы берем отработку, наливаем в печку. И так вот, каждое утро прихожу я, налил. Вот, ребята, здесь, вот, убрали в сторонку. Вот, беру бензин, ну, у меня, мне проще, друзья, я карбюраторы делаю, поэтому, вот эти, которые я отсасываю грязь, вот, она попадает в эту бутылочку ко мне, сливаю сюда ее. Дальше, смотрите, я беру, ну, буквально, ну, сколько грамм, вот, чтобы вам видно было, сколько там, ну, грамм 50, ребят, наливаю 50 грамм, смотрите, закрыл. Вот, все спокойно, убираем бензин подальше, чтобы не было ни нагрева, чтобы, не дай бог, вот. Дальше, что мы берем? Берем спички, вот. Вот, можно попадать, можно попадать, как говорится, спичкой туда, да, но если попадаемостью плохо, я вот, допустим, беру вот эту бумажку, да, поджигаю ее. Обратите внимание, сейчас бурит хлопок, бояться его не надо. Если вы туда нальете ведро бензина, рванет так, что мало, но я-то налил мало. Хлопок для чего нужен, друзья? Сейчас я вам все покажу, сейчас заведу и, смотрите, видите, да, ничего страшного в этом нет, ребят. Объясняю ситуацию и прикрываю, ребят, и прикрываю, дорогие мои. Поняли меня, да? Друзья, для чего нужен этот хлопок? Не надо его бояться. Вы же не кидаетесь в панику, когда открываете воду, у вас вода, леска бежит с крана, да? Вот, так и здесь, то есть его когда ждешь, он, ну, не опасен. Для чего он очень важен? Топим мы в холодную погоду, особенно, когда на улице, допустим, минус 20, у меня до 40 доходит, мы живем в Сибири. И получается, что, если я начну греть там масло, любым там, кто-то мочит тряпку в солятке, кто-то, ну, я тоже пользуюсь, допустим, иногда, ну, горелкой газовой нагреваю. Поймите правильно, что оттуда холод, холод давит вниз, и он давит, он не дает прохождение, это самое, не дает теплу пробраться и прогреть трубопровод. Вот, что прелесть бензина? Ну, поймите, ну, купить там его литр, его хватит вам там на месяц, я шучу, то есть по 50 грамм, это не смешно. В чем прелесть бензина? Когда я наливаю бензин, у меня появляется резкий хлопок, и в это время, в это время, когда хлопок, идет удар, и он, как бы, холод выбрасывает в трубу, и за ним следом тепло, ребят, и сразу печь начинает работать. Понимаете, в чем суть? Если я сейчас начну здесь соляркой, отсюда будет закрывать, отсюда холодную воду, отсюда горячий, а это коптит же все, это же масло, поймите правильно, да? Это масло, это вот, из всех щелей, отсюда, 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 пойдет страшный, страшный дым, ну, поняли меня, копоть пойдет, это масло, конечно, потом там дышать, говорят, печки дерьмо. Нет, ребят, ни малейшего запаха, ничего, потому что сразу пошел удар, и сразу пошло тепло. Все, вот, сейчас она прогреется, сейчас покажу дальше вам ее. Вот. Первое время, ребята, конечно, от нее отходить, вот, все уже, она уже, она уже, ну, как вам показать, вот, блин, народный метод, слышите, шипит уже. Первое время, конечно, пока она не прогреется, желательно от нее, ну, быть в зоне на внимание, потому что она может видеть, как она, если ее, допустим, вот, она начать, ну, то есть нестабильность работы, масло еще, значит, нагревается, и процессы менялись. Поэтому вот эта регулировка, пока она до конца не заработает, лучше всего, видите, вот, сейчас идет хлопать, вот, дым идет, потому что излишнее воздух попадает. Вот. И вот я держу, чтобы тепло доходило до верха, то есть вот, чтобы у меня верхние эти отверстия, так называемые, они были, все, для меня нормально. Сейчас подожду, ну, я обычно хожу, потом подхожу к ней, если забуду, потому что вот это отверстие даже остается, ну, будем говорить, тяга чуть сильнее, она начинает коптить. А когда все идеально, копоти никакой нет, я вам сейчас это покажу, докажу вам. Да, пока еще светло на улице, давайте сбегаем. Вот, друзья, видите, ни копоти, ничего нет, вот она, хорошая моя, вот, заработала она. Теперь смотрите, я вам показываю, она выходит на улицу, да, вот это окно. Давайте пройдемся, посмотрим, посмотрим. Я для съемок тут закрыл шторку, ладно. И посмотрим, как она себя ведет. О, на улице дождик, друзья. Ой, подшиворот капает так хорошо. Вот, смотрите, мои хорошие. Сейчас я накрою, чтобы... Вот, мои дорогие, видите, то же самое окно, вот, ни копотиночки, видите как. Если не закрыть, то да, начинает накоптить, то есть неправильной регулировки. Копоть идет страшная, черный дым идет, то есть к воздуху мало. Вот так вот капает все, замечательно. Мне это очень важно. Вот, дальше, когда она очень сильно прогревается, эта печь, когда печь очень сильно прогревается, она становится пунктово-красная, недопустимо этого. То есть можно, видите, можно убавлять мощность, вот, пожалуйста, это меньше. Вот, смотрите, давайте прибавим, да, вот как можно, ребят. Но в это время там идет копоть, давайте я вам покажу. Давайте покажу, чтобы не быть голословным. Я-то уже... Я-то уже знаю ее в работе, ребят. То есть, если правильно делать, то идет копоть, друзья мои. Смотрите, видите, закоптила она, да? Вот она коптит, ребят, понятно, да? То есть, да, это экология. Но когда отрегулировано все правильно, это моя печка, сами понимаете. Труба. Дождь, ребята, не могу вам показать, как печь дымит. Дождь попадет в камеру, не дело. Вот, друзья, поэтому, поняли, да? Я держу всегда, я всегда держу, вот, чтобы у меня верхнее отверстие, понятно, да? Только пламя доходило. Видите, как получается? Я убавляю, убавляю, убавляю. Вот так вот. Дальше. Сейчас она раскалится. Чтобы масло подальше убираете сразу, потому что, не дай бог, запнетесь. Не дай бог, запнетесь. И, как говорится, разольете, это загорится. И включаю вентилятор. Все. Вентилятор, говорю, столько. Она же работает совершенно без всякого света, без всякого электричества, без ничего не надо ей. А вентилятор, ну, во-первых, конечно, идет съем тепла лучше, потому что идет обдувка. Вот. Ну, и, во-вторых, я говорю, это сохранность печи. Потому что я видел, как они... Температура сумасшедшая, и вес тоже, и ее начинает коребить. Поэтому я со своей печкой люблю. Вот ей 15 лет она верой и правдой. Работала она на... Вот там вот, на втором этаже 10 лет. И вот год я просто перенес сюда ее, ну, оттуда. Перенес на первый этаж. В связи с тем, что отрезал тепло. Значит, подчеркиваю, эта печь жутко боится воды. Если в масле... Вот тот способ, который я вам сейчас показал, я же налил масло вовнутрь, и малейшая, будем говорить, маленькая капелька воды начинает вспенивать ее, она начинает стрелять, она начинает. Поэтому воду... Я просто работал на... У меня на втором этаже, там стоят тепло... Маслоотделители. Вот, надо их сюда перенести. Но это, я думаю, что покажу вам следующее. То есть, ни в коем случае... Почему я это масло лил? Потому что у меня оно стояло, я знаю, что масло внизу, вода внизу, извините, отстой. Я сверху слил, вот. А если со дна, то может попасть масло, и может быть очень большая, будем говорить, неприятность. Поэтому бойтесь воды. Вот в такой... В такой схеме отопления, бойтесь воды, может быть большое горе. Она стреляет, и глаза, берегите себя. Ну, и потом тонкости, если есть вопросы. Тонкости по эксплуатации. То, что ее надо очистить, однозначно, потому что масло горит, остается там всякая бяка. Вот, друзья, хочу вам показать, что как делать нельзя. Вот видите, она стоит красненькая, да? Красненькая. Сейчас я убавил, потому что страшно было. И здесь такое красное пятно, представляете? Вот, чем это чревато. То есть перегрев печки, ну, если вам, как говорится, ее не жалко, то есть я всегда убавляю. Я всегда делаю так, чтобы это было одно. А второе, я всегда включаю вентилятор. Вот для чего. Он только мне для этих целей нужен. Вот, только для этих целей, друзья. Чтобы спасти, чтобы не было перегрева. То есть, чтобы у меня печка моя не потекла. Я видел, как они навык ложатся. Поняли меня, вот этот раз. Она вся сморчила, как говорится, опустилась нить, остывает все. Вот для чего нужен вентилятор. Ну, и, конечно, съемки тепла, друзья. Вот видите, она теперь подостыла. Вот такого плана, уже той красноты нету. Вот поэтому. А так она, ну, видите, здесь, во-первых, надо, если так вот ее эксплуатировать, значит, здесь надо подпорку ставить между этим, вот консоль. Видите, как упирает сильно, да? Вот, надо туда приваривать такие вот уголки. Я просто не допускаю перегрева. Хотя можно и приварить уголок недолго. Ну вот, дорогие друзья, вы сами видели, как просто она разжигается, как она эффективна. То есть, я сейчас могу взять пирометр. Здесь она, в принципе, раскаляется до красна. Поэтому, я еще подчеркиваю, я ставлю вентилятор, чтобы металл не потек, чтобы она не потеряла свою форму. То есть, приходится остужать ее с помощью вентилятора. Ну, естественно, дополнительный съемок. Вот так, что если понравилось, ставьте лайки, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу. С вами был Вадим Шадарев. С вами был Вадим Шадарев. Продолжение следует...